В канун 220-летия Адама Мицкевича Брестский музей спасённой художественной ценности стал центром притяжения всех, кто интересуется поэзией XIX века и неравнодушен к белорусско-польской истории. Жители нашего Брестского края можем гордиться тем, что именно на нашей земле пришёл в свет гениальный поэт. Именно здесь он получил первые жизненные впечатления, самые яркие, самые свежие, искренние, которые на всю жизнь западают в душу, которые во многом формируют нашу личность. Он провёл здесь детские годы, он возвращался сюда нередко в юности. Именно здесь происходило становление дара будущего поэта. На вернисаже «Странник свободы» студенты, преподаватели и выпускники психолога педагогического факультета университета имени Пушкина представили 30 учебных и творческих работ. Сегодня приходим на выставку и говорят, почему так мало непосредственно то, что отражается Адам Мицкевич. А ведь он во всём, он в нашей культуре, он в нашем сознании, в мировоззрении. Ведь мы посвящаем ему свои работы, мы посвящаем ему картины. И хоть они не отражают его буквальную трактовку, его художественных произведений, мы не создавали сюжетно-тематические композиции. Не потому, что мы не хотели, нет, мы пока отражали вот эту красоту природы, которая, в общем-то, и находила отражение в его произведениях. У каждого из авторов свой Адам Мицкевич, свой индивидуальный взгляд на его личность. Молодые художники вдохновлялись не только его поэзией, но и самим образом человека, имя которого стало воплощением творческого бунтарства. Под аккомпинемент фортепианной музыки 19 века, в исполнении учащейся музыкальной школы номер два «Златый Романчук», молодые художники представили нас у зрителей своего странника свободы. Адам Мицкевич, еще я познакомилась с ним в школе, и, прочитав его стихотворение, он меня поразил своей глубокой задумчивостью. Даже некоторые его стихотворения печальные, например, какая-то, которая легла в основу моего портрета. Он глубокий, чувственный художник, именно это меня в нем и привлекает. Большинство картин написаны в 2017 году в ходе пленеров выходного дня, которые проходили в Бресте, Иваново, Новогрудке, Вороцевичах, Скоках и Волчине. Одна из особенностей – зимний выезд авторов, с которого студенты, вдохновленные творчеством Адама Мицкевича, привезли удивительные пейзажи. Это был первый выход студентов на зимний пленер. Наша программа обычно предусматривает летнее и осеннее время. А вот зима – это тот новый, так скажем, этап в становлении художника, когда прочувствовали вот эту звонкость воздуха, мороз, прозрачность, не с открытки, не с фотографией, иногда ведь художники крешат этим, а с натуры. Приобщиться к творчеству великого поэта Адама Мицкевича через призму холста и красок музей «Спасенные художественные ценности» приглашает до 9 декабря. Ирина Ольшова, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БОК-ТВ.